да значит у него разбаловали ну представьте человек как бы с вами живет продолжает жить но он сердце то с вами живет чужом не уходит вам надо его на воспитывать надо бы ставить условия сроки сказать если ты не вернешься там через полгода тогда до свидания и все понимаете вот эта мягкая характерность это не способ жить мужчина от этого балуется становится неуправляемым надо начать ему как бы мозги вкручивать неважно чего не там появилась надо ставить условия если он как бы отказывается выполнять ваши условия тогда вы заканчиваете с ними относим отношения вы должны сами теперь начать свою жизнь вы все думаете о нем говорить о нем сейчас теперь ваш от ваша проблема надо простить его сердце очистить отношения расчистить отношения поставить точку и надо за ним ухаживать заботиться вести себя по-женски с ними надо вот перечеркните отношения внешние внутренние сделайте чистые светлые отношения идите по жизни дальше понимаете вы ждете у вас сердце ждет не надо ничего ждать уже все нужно просто оставить условия перед ним что потом вам было перед сердцем своим было спокойно что вы сделали все поставить условия срок не возвращаешься столько-то полгода допустим дальше все я начинаю свою жизнь новую означает что ты как бы ко мне больше не ходишь ничего от меня не требуешь со мной не пытаешься как-то общаться у меня своя жизнь у тебя своя . но в сердце я к тебе буду хорошо относиться все знаете часто мужчины так делают пошел завел себе другую семью и приходит как хозяин барин накорми меня напои меня там я тебе советую то-то то-то начинает командовать там перед женщиной который бросил она должна ему сказать иди вон там команду в другом месте где живешь там и команду надо ставить на место такого мужика освобождать свою жизнь от человека который тебя бросил надо означать раскаиваться самой потом дальше его прощать желать ему счастья очистить свои отношения почувствовать легкость по отношению к нему в сердце и дальше идти своей дорогой жизни чё в одиночестве то жить зачем не удержала мужчину значит все а почему не удержала сейчас объясню потому что люди которые живут в страсти то есть они живут просто повседневными делами у них у всех семьи разваливаются потому что понимаете если люди сердце свое молитве не очищают у них если возвышенных отношений не появляется в жизни тогда просто вот наслаждение друг другом за 20 лет заканчивается понимаете нет его нет не интересно становится другом с другом жить а девушки все молодеют жена стареет девушки молодеют понимать в результате как их яблочко да на тарелочке надоело мне жена пойду к девочке понимаете то есть как бы в чем секрет такого потому что не развилась ничего глубже между вами ничего не стало глубже потому что вы не понимали поняли что такое совместная жизнь она должна превратиться в чистые светлые отношения верность должна развиться если вы в молитве не очищаете отношения не вкладывайте свое сердце более что-то светлое чистое между вами если ничего не возникает значит тогда семья рушится неизбежно если зубы начинают понять вы не чистите их то тогда они вылетают просто и все искусственное приходится вставлять надо понимать что в современном обществе есть особенности отношений пределы особенность заключается в том что наше общество она в результате нехватки нравственного образования она имеет три стадии разрушения в отношениях в семье первая стадия разрушения это когда мужчина и женщина не имеют силы терпеть друг друга в силу нравственной слабости мужчина не закален как мужчина женщина не закалена как женщина в результате люди страдают в отношениях друг с другом им трудно потому что они не могут вытерпеть мужчина не может вытерпеть женские эмоции и и изменчивость настроения и и капризность что является естественным для любой женщины а женщина не может вытерпеть такую как бы жесткий стиль мужчины его твердость непреклонность она не может это вытерпеть что естественно для мужчины означает нехватка силы нравственной силы у мужчины женщине хватает раз на силу вторая стадия разрушения отношений это когда в результате беградации общества женщина когда у нее качество характера портится то они уходят мужскую сторону всегда всегда сначала женщина становится более чувствительной первая стадия мужчина более грубым то есть у мужчины в мужскую сторону характер уходит у женщины в женскую получается полярность между ним возрастает но вторая стадия деградации характеризуется противоположным эффектом женщина становится как мужик она грубеет начинает работать очень сильно образовывать себя становится такой как бы крутой дамой она ведет себя очень круто такая деловая вот холодная трудно строить отношения с детьми с мужем она как бы ей трудно по дому что-то делать она говорит мне некогда я работаю вот и мужчина становится таким расслабленным вялым безвольным часто такие мужчины выпивают начинают выпивать курить по бабам гулять дома сидеть не работать или приносить мало денег нет сил жить женщина крутая вся его пилит постоянно говорит я достойна гораздо лучшего смотри какая крутая вот а он не удовлетворен собой такой страдает ходит мучиться говорит давай ты иди на работу я тебе приготовлю ну то есть меняются местами он с детьми любит заниматься на в обществе занимает какое положение меняются местами это вторая стадия деградации третья стадия деградации это когда наступает такой сильный разрыв между мужчиной и женщиной что женщина не может с мужчиной строить отношения вообще у нее даже половые желания по отношению к женщинам начинают развиваться а не к мужчинам и у мужчин по отношению к мужчинам половые желания начинают развиваться потому что отторжение от противоположного пола идет и вот наступает третья стадия деградации которая проявлена сейчас европе уже волна в россию пошла я когда совсем юношей был еще в 17 лет было популярно сначала русская эстрада потом пришли песни запада я как-то не совсем мог понять почему так поют ну то есть мужчина таким тонким голосом как бы поет никак не мог понять почему так вот а потом когда еще эти появились эти бои всякие вот которые там с накрашенными губами там а там и так далее и я что-то думать что-то странно не мог понять я сам бы занимался тогда так по-мужски так настроен был и смотрю потом стало ясно когда повзрослее стал узнал что есть вот этот голубая жизнь вся это это все от недоразвитности мои хорошие и вот люди страдают реально я когда изучил эту тему понял что им очень тяжело жить семью же хочется от женщине к мужчине приблизиться невозможно она отторжение чувствует от мужской природы а мужчине к женщине возможно приблизиться потому что же мужчин не может терпеть женские эмоции вообще чуть-чуть женщина и пообщается она один раз обиделась его сердце ранит это он не может дальше за слушать смотреть все ему легче с мужиком а с мужиком ведь легче мужчине все же просто он послушный по природе мужик а женщина женщиной тоже ласковая нежная нежное отношение струк классно же может нам тоже в эту сторону метнуться смешно да все таки тогда значит важно просто честно жить терпеть друг друга и понимать что это лучше чем вот это все гудбай мало гудбай поэтому особенности в наше время такие если у вас психика пошла в мужскую сторону вам муж достался слабенький значит все нормально принцип такой просто развиваемся духовно это говорят когда человек начинает молитву на алтарь ставит дома начинает о боге думать постепенно его психика возвращается назад женщина становится женственной само собой мужчина мужественным если женщина себя начинает он тоже постепенно меняется потому что вы вас опугав пара муж и жена 1 сатана понимаете то есть вместе судьба одинаковая вы женственной становящим это ему вдохновлять становиться мужественным автоматически поэтому начинать всегда надо себя и начинать всегда надо с внутренней жизни когда люди пытаются внешне что-то исправить семье это Это замкнутый круг, это петля на шею. Никогда не исправишь ничего, даже на йоту, внешне, если ты не работаешь со своим сердцем. Только молитвой можно изменить свою личную жизнь. Потому что молитва сжигает отношения с Богом, дают ощущение чистоты, любви, и человек наполняется глубокими чувствами, переживаниями, чистотой, верой. И это сжигает его неправильное представление о жизни, о близком человеке, дает ему силы побеждать судьбу, прощать, просить прощения, принимать судьбу близкого человека и так далее. Часто люди не имеют знания о своей жизни и делают выводы неправильные. Классическое незнание ситуации, в которой мы живем, это незнание трёх сил, которые существуют в этом мире. Это невежество, благость и страсть. Это очень возвышенное, чистое и светлое знание, которое сейчас люди утратили. Они не понимают, как строится общественная жизнь, из-за этого очень сильно страдают. Я хочу сейчас часть лекции этому посвятить, этой теме. Она очень важна. Вам очень многое откроется в жизни интересным. Пытайтесь понять, что в зависимости от того, как работает эгоизм человека, всего есть три варианта работы эгоизма. Или эгоизм тянет на себя полностью, и тогда человек живёт в невежестве. Или эгоизм, он старается как бы сделать вид, что всё нормально, что я не эгоист, не эгоист, что я живу для всех, но на самом деле эгоизм всё равно тянет на себя. Тогда человек живёт в страсти, то есть в самообмане. Есть благостная жизнь, когда человек побеждает свой эгоизм и отдаёт счастье другим, смело и решительно. Отдаёт счастье другим, но не живёт для себя. Но для того, чтобы отдавать счастье другим, надо иметь знание, как правильно это делать, потому что у всех же тоже есть эгоизм, они могут неправильно пользоваться этой энергией счастья. Если человек имеет знания, он не имеет никаких проблем, он знает, как всё работает, поэтому он смело отдаёт счастье другим и не беспокоится ни о чём. Так в первом случае, когда эгоизм человека направлен на себя, человек всегда очень сильно верит в свою правоту в отношениях. Ему очень трудно доказать, что он не прав. Часто люди ко мне подходят и говорят, «Олег Геннадьевич, я всё знаю, что вы сейчас скажете, что каждый человек сам виноват в своих ошибках, но у меня исключение». Послушайте внимательно. Я живу с таким человеком и т.т.т.т.т. Я столько слов скажу. Нет, нет, Олег Геннадьевич, стоп, стоп. Давайте будем откровенными. Я тоже образованная женщина, я тоже понимаю ситуацию. Всё-таки вы должны понять, что я права, а он не прав. Какая бы ты образованная ни была, если ты не можешь слушать, если ты веришь только в свою правду, это называется разум в невежестве. Это означает, что человек поражён эгоизмом очень сильно. Понимаете, человек может очень быть таким крутым, очень образованным, 5 образований имеет, там доктор наук, но если он при этом считает, что только он прав, это значит, что его разум находится в невежестве. Потому что разум благости имеет смиренное положение. Он чувствует правду, он слушает старших в разум благости, принимает советы. Если человек не может никого слышать, ничего не от кого принимать, значит, тогда он не может так же и сохранить свою семью. Потому что веды говорят, что невежественные люди не могут сохранять семью, потому что они не способны слушать другого человека и видеть его, чувствовать его, не способны на душевный разговор. Понимаете, у них есть свои правила, свои взгляды, если ты мои не принимаешь, тогда до свидания. Это означает невежественная жизнь, семьи всегда разваливаются. Это может быть у мужчины или у женщины. Главный принцип – это сильное чувство своей правоты. Я прав, потому что я прав. У меня есть доказательства, у меня есть тысяча примеров, там и всё прочее. Но веды объясняют, что есть три свидетельства правды. Первое свидетельство – это священное писание. Второе свидетельство – это старшие люди. Третье свидетельство – это общество возвышенных людей, добрых людей, религиозных людей. Если у тебя нет ни одного из этих трёх свидетельств, если ты просто и сам из себя выдавил, что ты прав, то это недоказано, недоказано. Если это образованный человек, тогда ты должен знать, что надо хотя бы к старшему прийти и посоветоваться с ним. Если старший – это тот, кто не идёт на поводу твоего мнения, а тот, кто говорит всегда правду. Он всегда будет говорить то, что есть. Он не зависит от тебя. Ты его не сможешь склонить с помощью своих рычагов связи каких-то, лишить его работы, если он тебе скажет правду. И зависит от тебя. Он просто живёт в монастыре, с ним ничего не сделаешь. Ты пришёл к нему за заветом, он тебе говорит правду, говорит, ты просто очень упрямый человек и всё. Поэтому ты страдаешь. Научись слушать других, а своя правда пускай останется при тебе. Научись слушать правду других людей. Тогда в этом случае ты сохранишь свою семью. Если ты не будешь этого делать, ты её разрушишь. Видите, невежество означает. Упрямство в отношении. Люди мучают, мучают друг друга своей правдой. А надо просто взять и принять правду другого человека. Потому что по факту женщина всегда права по-женски, мужчина по-мужски. Это разная правда. Потому что правда мужчины лежит в области логики, а правда женщины в области любви, отношений. Женщина всегда говорит про отношения, мужчина всегда говорит про здравый смысл. А это разные плоскости жизни вообще. И нет смысла об этом говорить. Просто прими близкого человека, его логику, его понимание вещей. И это называется правда любви. Означает слушать другого человека. Слушать правда любви. И при этом ты не унижаешься. Допустим, женщина соглашается, скивает мужу. Это не значит, что её правда ломается при этом. Он её заламывает, говорит, вот теперь всегда как я буду делать. Олег Геннадьевич сказал, муж всегда прав. Понимаете, если женщина смиренно соглашается с мужем, это не значит, что она становится униженной. Унижен тот, кто это делает из каких-то корыстных интересов. Допустим, такая пословица, Васька слушает, доест. Я такой ушки поджал, туда. Он униженный. Женщина тоже, как Васька, может жить униженная. Зарплату приносится, слава богу, пускай мучает. Буду соглашаться. Сама страдает внутри. Это называется унижение. Если женщина из любви соглашается к мужу, вот она его любит, по-доброму к нему относится, но он мужик, как бы он не может, вот у него одна извилина и та прямая. И он как бы, так всегда, вот у кого-то, ашпарабол, вперед летит. Ну, хорошо, как бы, пусть летит вперед, я согласна. Все, согласна. Олег Геннадьевич говорит, что так у мужиков, он сам же мужик знает. Вот, поэтому, ну, согласна. Ладно, вперед так вперед, все делать. И он сразу обмикает. Вот если жена соглашается с мужем, он сразу обмикает. У него сердце становится добрым. Путь к сердцу мужа лежит через согласие. Ты согласилась, у него сердце открывается сразу. Не соглашаешь, сердце закрывается. Система очень просто работает. Просто согласись, сердце открывается. И туда можно знания дать свое, по-доброму. Потом несчастный сразу, тут, ну, сразу, ну, да. А просто потом когда-нибудь по-доброму ему сказать свое мнение уже. И то ненавязчиво сказать. Я вот так считал вообще-то. Я согласился с тобой. Ты прав, но у меня в сердце вот такое чувство есть. Может быть, ты когда-нибудь это поймешь со временем. У меня есть такое вот чувство большое. Ну, я все равно с тобой согласен. Мужчина, когда видит, что жена смиренно себя ведет, он становится щедрым очень. Мужчина по природе очень щедрый. Женщина не может быть такой щедрой. Она может служить мужу, заботиться о нем. Но все равно остаться при своем. У мужчины главное, чтобы женщина с ним согласилась. Если женщина соглашается с его принципами жизни, его правилами жизни, женщина соглашается, то внутри этих правил он может ей отдать все. А то ей как раз то, что и надо. Чтоб внутри правил все принадлежало ей. И она с удовольствием это все загребает потом. Антон, ты сам живи своим правилам. Мне главное это давать тут, где я живу, все, чтобы у меня было по-моему. А ему это не надо, где она живет. Ему главные принципы. То есть они на самом деле разные мужчины и женщины. Поэтому проблем никаких нет. Так как мы разные, поэтому все классно. Что тебе подарить? Да, мужчина очень щедрый, когда женщина смиренная. А если она не смиренна, если она ему вызов дает, вызывает его на бой, то в мужчине просыпается петух. А петух, он может драться, может не драться. Но побежденным он быть не может. Я понял, кто такой петух, когда я приехал к бабушке с дедушкой в гости. Мне было три года. И мне понравились курочки. Я пошел смотреть на курочек. Они бегали. Такие хорошенькие все курочки. Такие добренькие бегают, кока-кокают. Вот, я за ними начал бегать. Но я не знал, что у курочек есть петух. А петух, он начальник же у курочек. Не такой добренький, понимаете? Он подошел ко мне. Так на меня посмотрел. Я такой, смотри, что-то не то. Не кока-ка. Думаю, что-то опасность какая-то. Не смог сообразить. Он как подпрыгнет, подпрыгивает такой на крыле. И так в лоб меня. Клювов. Прям вот сюда в лоб. Я в бац, упал. Лежу. Победил меня. Я оттуда ушел от курочек сразу, потому что я понял, что там не мое место для счастливой жизни. Ну и курочки, когда петух что курочки делают? Они разбегаются в разные стороны сразу. Они знают, что ничего нехорошего в этом нет. не надо связаться с петуками. Можно кукукать, бегать и все. Хозяйством заниматься, пока петух не кукарекает. Как кукарекнул, сразу раз от него убежало. И тогда счастливая жизнь. А вот если на петуха кукарекать начинаешь, вот тогда начинаются проблемы. Потому что он это воспринимает как вызов. Начинаем такой нахохлился, крылышки расправил и пошел. Понимаете, даже если женщина дразнит своего сына таким образом, жестким стилем, таким поведением, то тогда он или начинает огрызаться на нее, вести себя с ней неправильно, с мамой становится злым в отношениях, или он ломается, становится как тряпка. Представляете? Но если женщина постоянно мучает своего сына, он становится садистом, потом вырастает. Поэтому женщина должна в мужчине, в маленьком мальчике пробуждать мужественность. То есть она должна проявлять в нем ответственность, пробуждать через уступчивый подход, через мягкость своего характера. Даже в маленьком мальчике надо пробуждать мягкость характера своего, показывать женщине, что уж говорить про взрослого мужчину. Помните? Семья-то большая, до два человека всего мужиков-то. Отец мой, да я. Помните, у них раз мужичок с ноготок. То есть ответственность. То есть семья большая у нас, там есть сестры, есть мама, а дрова везу я, а ему пять лет всего. Почему? Потому что мужиков-то два человека всего. Отец, видишь, рубит, а я отвожу. Понимаете? Означает, в семье правильные мозги у женщин. Правильно построено сознание. Дайте человеку ответственность, мужчине. Дай ответственность. Он станет сильным. Если будешь его гонять, постоянно ворчать, не давать ему ответственность, он станет слабым. Выбирай, что ты хочешь. Или хочешь несчастную жизнь, или хочешь счастливую. Счастливую, дай мужчине быть сильным, вдохновляй его. Дай ему ответственность. Если, допустим, он работать не хочет, а ты работаешь, ну не работай сама. Он же мужик. Пускай несет деньги в семью. Дети кладают его вина в вина мужа. Ну, у женщины всегда прошло, у нее же коллективное сознание. Она может по подружкам пойти, там ее везде поугощают, она поклюет с ребенком. Там поклевала, здесь поклюяла. А мужчина не может пойти поклевать никуда. Ему надо жрать. А жрать нельзя. Прийти к другу, говорит, слушай, дай мне пожрать. И они работают. Он скажет, так иди работай и жри. Че ты как-нибудь? Она приходит, подожди, говорит, что-то у нас муж не работает. У вас есть что-нибудь поклевать? Ну, давай я тебя разогрею. Давай у нас есть чуть-чуть. Все, женщины у них коллективное сознание. Они по-доброму друг к другу относятся, помогают друг другу, заботятся. У мужчины индивидуальное сознание. Мужчины говорят, а что ты дома-то сидишь, как Боров? Иди работай. Ну, это все. Если вы хотите воспитывать мужика, расслабьтесь. Че напрягается? Не надо его пилить. От этого он воспитание не становится. У мужчины есть два варианта, жизни. Один вариант жизни, это на печи лежать. Второй вариант, на войну. Мужчина не может просто вот так жить, размеренно жить. Ему надо или воевать, или лежать на печи. Одно из двух. Так создайте ему войну, боевые действия. Нету жрать, нечего в доме. Жена не хочет, блин, работать. На что ты? Я ей объясняю, что я еще не мог, не смог найти себе достойную работу. Три года уже ищу. Нет такой работы достойно меня. Объясняю, не понимает. Еще поработает лет пять, подожди. Я поищу. Не понимает. Ну че, надо идти работать, девка придется. надо создать военную ситуацию ему. Не хочет работать, сам себе признаться в этом не может, значит, тогда надо создать ситуацию. Ну или деньги в семью не нести, на книжку класть. Чуть-чуть найду и все. Женщина, когда строго себя с мужчиной ведет и по-доброму одновременно, он становится хорошим человеком. В результате крепнет. Надо слабость свою показывать, а не вот это вот ворчание. Все это не помогает. Помогает любовь, терпение и женская слабость, беззащитность. Мужчина вдохновляет, слабость женщины. Мужчина вдохновляет,